Строительство военно-патриотического клуба, машиностроительный завод и ремонт школ – это темы, которые сейчас волнуют жителей Слободского. О них и рассказали слобожане депутату Государственной Думы. Подробности в сюжете. Просторное помещение для занятий легкой атлетикой, рукопашным боем и кроссфитом появится в военно-патриотическом клубе «Этап» города Слободского. Там идет строительство нового здания клуба. Стройплощадку посетил депутат Госдумы Рахим Азимов. В мае этого года при его поддержке началась реконструкция здания. Азимов обсудил с руководителем клуба Сергеем Кузнецовым планы дальнейших действий и предполагаемую дату завершения строительства. Если посчитать, что это уходит в миллионы, то нам самим это не справится. В любом случае. Тем более это делается для общества, для детей, для людей. У нас не делятся, не только ребята занимаются, но и любое поколение. Это специально сделано для того, чтобы в первую очередь показать пример. Старшие должны показать пример младшим. Далее депутат Госдумы отправился на Слободской машиностроительный завод. Основным видом деятельности предприятия является выпуск машин и оборудование для сельского хозяйства. Также Рахим Азимов пообщался с жителями города. Узнал от них о насущных проблемах. Депутата поблагодарили за грантовый конкурс «Память сердца». Благодаря этому проекту в городе Слободском появился мемориал воинам 311-й стрелковой дивизии. Еще люди сообщили о проблемах ремонта школ. Меня очень порадовала анонсированная программа капитального ремонта школ. Мы очень давно ее ждали. Потому что если взять наш город Слободской, из четырех муниципальных школ капитальный ремонт делали даже непонятно никогда. Да, капитального ремонта. А последняя школа у нас построена в 77-м году. Нужны надежные подрядчики, говорят жители Слободского. Также они озвучили проблемы в спортивной жизни района. Есть спрос на строительство бассейна в Слободском. Как оказалось, мечтают о плавании во многих районах области. Этот вопрос поднимаю во всех районах. Послушайте, мы начали с Амутницка. Проблема такая серьезная. Вы представляете, строительство бассейна. Изучили этот вопрос, есть 500 бассейнов, как это называется, программа. Вопросы развития образования спорта и культуры остро стоят перед жителями Слободского района. Например, поддержка культурных учреждений. Для решения этих задач существуют различные проекты и конкурсы, в которых слобожане активно участвуют.